Привет, красотка, привет, привет. Как по поводу номера? Никак. Абсолютно никак. Эта тема затихла. Как-то сразу и всё. Я вот говорю, всё бы по факту ничего. Но просто осознание того, что когда я не обращала внимания, что вообще происходит за окном. То есть я не подозревала, что там может кто-то ходить, и поэтому не обращала на это внимания. Так вот, после этого осознания я просто, ну типа вспоминаю, что я здесь делала. Как я ходила по номеру голая. Как я говорялась в носу и так далее. И у меня теперь, ну просто, блядь, вы прикиньте. У меня просто, блядь. Сейчас рыжка выйдет, в обморок нахуй упадёт. В осознании этого мне становится страшно. Так, салам алейкум, Настя, не пугай, какая красотка. Нет, представляешь, на улице темень. Ну вот, например, я тебе сейчас покажу. Видите, там всё черным-черно. Всё чёрное-чёрное. И представляете, вот так вот лежишь и видишь человека. Ну это вообще, в принципе, страшно. Так, а другой номер они не могут предоставить? Они не могут предоставить другой номер. У них якобы всё полная посадка. Нет ни одного свободного номера. Чёрным-черном, прими, пожалуйста. Почему ты не живёшь у Тимура? Что тут происходит? Здравствуйте. Мы обсуждаем патовую ситуацию, произошедшую сегодня. Но это ненормально. Посоветуйся с юристами, знакомыми, как говорить об этом с отелем. Да, рыжка сегодня у меня ночует. Просто я ещё такая подошла вот так вот. Знаете, когда вот так вот к окну подходишь, ну, создаёшь тёмное пространство вот так вот, ты очень хорошо видишь, что там внутри происходит. А там, короче, напротив меня сигареты валяются. Баночки какие-то. То есть люди тусуются постоянно возле этого окна. Так, значит, что за платьица на тебе? Да просто обычная чёрная платьица. На твоём месте я бы оставила в жалобе отзыв. Сколько у тебя времени? Время у меня 23.45. Несколько отпусти человека, которого ты любишь, а он тебя нет. Я не хочу про отношения вообще ничего сегодня говорить. Ну, вот, типа, у меня сегодня не тот настрой, чтобы говорить что-то об отношениях. Отношения – это самое тяжёлое, что только может быть на свете. Ну, типа, отношения – это здорово, но как бы... Ну, это вот, это не только у меня, так это у всех. От отношений больше убыток, чем прибыток, понимаете, какой-то. Ну, то есть, люди, когда в отношениях, они ломаются оба. Люди начинают подстраиваться под друга, проламливаться под друг друга. Люди перестают быть такими, какие они есть на самом деле. Люди не могут жить так, как они хотят, потому что кто-то из партнёров чего-то не хочет, чего-то ему не нравится, что-то он не разрешает. Отношения – это такая вообще сложная, в принципе, штука. И вот в отношениях, когда ещё рождается ребёнок, там, как бы ты ни выёбывалась, что бы ты там ни делала, ты всё равно не сможешь послать нахуй мужика своего, потому что ты к нему привязана, и ты хочешь сохранить свою семью. Ну, вот, то есть, понимаешь, да, о чём я говорю? У меня, конечно, нет сложностей в отношениях, потому что можно так сказать, что это настолько они начинаются. Вот. Но у меня до этого тоже были отношения, и тем моим отношениям было 5 лет, я была замужем. С отношениями – это действительно очень и очень сложно, и очень трудно найти такого партнёра, который тебе скажет, делай, что хочешь, лишь бы ты была счастлива. Очень сложно такого найти человека. Потому что, когда он тебе это говорит, он хочет это в ответ. Но он не получит такого в ответ. То есть, я хочу, чтобы мне позволяли всё, но я никогда не разрешу своему мужчине делать то, что хочет только он. Ну, вот серьёзно, вот правда. Поэтому, тем самым, люди ломают друг друга. Передаю привет, Настён, что с губками верхние уголочки. Завтра иду себе качать, сука, губы на всё лицо. С уголочками будет всё нормально. Здесь всё будет вот так вот. Всё. На них надо жаловаться. Ух, я бы устроила там им. Видите, я не скандальная девочка. Я типа такая переживала, пострадала и забыла. Я знаю таких людей, которые прям, если им что-то не нравится, они прям выебут всем мозг. А мне, короче, неудобно. Не знаю почему. Я как бы поговорила, мне сказали там вроде простым текстом, девочка, иди нахуй, это вообще не наши проблемы. Я как бы такая схавала, ну ладно, не ваше так не ваше. А вот разбираться, наживать себе врагов, я, блядь, я не могу. Раньше бы, год назад, если бы я попала бы в такую ситуацию, это один вопрос, да. А сейчас, видите, сейчас я стала как-то мягче, добрее, что совершенно мне не в пользу. Как-то я пытаюсь обходить конфликты стороной, мне это не нужно. Я Ирочка вернулась, ебать, какая принцесса сегодня будет со мной спать. Да, она спрашивает. Вы посмотрите на нее. Да, спокойно. А что ты ходишь, флиртуешь? Так, значит, впечатление об отеле плохое останется, и многим сейчас не захочется туда, ведь могли не терять клиента и не портить настроение. Я их не отметила. У них еще есть шансы справиться. А именно, дать мне номер на месяц какой-нибудь президентский. Так, ну за тобой подглядывали. Да, за мной подглядывали, я знаю. Причем с удовольствием. Нет, если бы я была бы на месте товарищей таджиков, если бы я на их месте увидела бы такую шикарную женщину, как я, я бы, конечно, тоже бы мимо не прошла, если честно. Я бы тоже остановилась и посмотрела. Потом еще всех своих сородичей бы созвала, и мы вместе бы смотрели на меня. Это понятно. Это не отменяет того, что они негодяи. Не сородичи, а кто заправляет этим отелем. Просто, сука, правда. Как денежки взять? Так, все нормально. А как отвечать за свои ошибки? Так, все. Это не мы, это не нас. Так, стрессую же до сих пор. Нет, я не стрессую вообще уже ни по какому поводу. Я уже выжитая, как лимон. Больно ли качать губы? Вот я завтра попляшу, как уж на сковородочке. Короче, чем больше делаешь губы, тем больнее. Что, мы будем в белых халатах прямой эфир вести? В белых халатах будем прямой эфир проводить? Ну, я уже в белом халате. Белая смешка, блин. Сейчас, один секундный мешчик. Я просто... Ты ведешь эфир или нет? Да, я веду прямой эфир. Ну, типа, мы ангелы. Ну, как... Тут воняет айкосом, если что. Не, Настюш, не только, да? Можешь к тебе сесть. Можешь не садиться ко мне. Будет подружка, блогишь. Спасибо. Ты просто... Ну, да, я поняла. Ты слева сплю? Я слева сплю, да. Это мое место. Я справа не смогу уснуть. Ну, это же тебя гости должны меня... Как гости, как бы... Ну, гости слишком хитрожопые. Тебе и так предоставляется койко-место. Еще и, блядь, с левой стороны, а ты хитрая. А нет, крема для губы. Ты знаешь, да, то, что если ты будешь шептаться, то если тебя все равно все услышат. Крема для губы. Есть. Мне нужно найти косметичку. Ну, вон она лежит. Ясно. Горячо, горячо, горячо. Привет, мерхаба. Что за стеклом? Неприятно, конечно. Всех игнорит. Давай я тебе помогу. Казусная ситуация, я могу... Не казусная, а... Патывание, это твое слово, я не буду. В моем присутствии ты можешь употреблять это слово. Но в противных случаях... В противных случаях... Вот, смотри, у меня есть вот такая губнушка. Она где побывала? Нет. Она хорошая. Она очень хорошая. Твои губы станут влажными, как вагина. Это подружеские шутки. Так, ага-га-га-га-га. Где ты сейчас, в Москве или в Носкаре? Я в Москве. Иришка, ну ты делопуд. Зачем куришь Айкос, если запах не очень? Может, мне нравится этот запах. Я Айкос курю не из-за запаха, а для того, чтобы получить никотиновую дозу. Иришка, ну это же не смешная шутка, ты же понимаешь. Это не шутка. Нет, ты пыталась пошутить. Ты хотела вызвать на моем лице улыбку. Давай встретимся. Ай... Зачем? Нет, ну... Почему развелась с мужем? Муж узнал, что у меня на затылке... Лысина. Лысина. Я сегодня тоже тут... Настюш. В смысле, ты сегодня это тоже узнала? У меня на затылке лысина. Настюш. Ну давай, блядь, что-то ты видишь? Она в какашках. Она не в какашках, она в косметике. Подожди, вот с этого момента давай поподробнее. То есть, ты сейчас пытаешься навязать мне комплекс. То есть, у меня лысая голова сзади. Можно дверь закрыть? Да, закрой. Я не видела себя очень давно голенько. А зачем дверь закрываешь? А зачем дверь закрываешь? Чтобы ты не смотрела на меня. То есть, ты считаешь то, что у меня что-то не то. Ну типа, ты особенная. Все, закрывай дверь, иди смотри на себя голенько. Не забудь повернуться попой вот так вот к зеркалу. И согнуться в бублик, в кораблик. Расскажи условия конкурса. Нужно добавить всех моих друзей. Все. Ира, почему ты засмеялась? Ты голая или нет? Нет, это просто очень гадно. Ну, без эфира, ладно? Там ничего никто не видит. Нет. Это очень гадно. Я проходила полчаса. Собирай вещи, уебуй. Да, конечно. Нет, ну это нормально, потому что я, допустим, я, допустим, иногда бывает, что одеваю стринги, причем задом наперед. Вот это патовая ситуация. Так, там все, ну так. Просто добавьте на всех и живите счастливы. Так, люблю людей, которые живут как хотят. Не по истечению опыта. Сама стараюсь так жить. Не хочется в старости жалеть. А вот я о чем и говорю. О потраченных днях в своей жизни. Ты просто, вот ты бы хотела со мной эфир вести, но ты просто не хочешь двигать стул. Ну, типа, здесь очень тяжелые стулья, и для того, чтобы провести вместе эфир, нужно эти стулья составить в ряд, а Иришка не хочет. Смотри сзади, какой заманчивый ассортимент стоит. Просто сейчас, просто бы, я бы так расширила бы сосуды, если бы это может быть. Вот так вот просто. Самое обидное, что я тоже не могу шлясть студы, потому что я солидарна. Ну, типа, женская солидарность. Совершенно ничего такого. Может, повезти с тобой эфир? Что? Да, сделать это. Да, почему нет? Ты можешь сесть вот сюда? Ну, типа, это тоже так. Ну, типа, нет, я так не сяду, у меня в полотенце. А, у тебя трусики будет видно. Ну, ты придурочная, Иришка. Почему ты не остаешься у Тимура, пока в МСК? Меня Тимур выгнал из дома. Он сказал, что ему такая девочка не нужна. Готовить не умеет, вещи не стирает, гладить не хочет. Ну, типа, он и подумал, зачем мне такая девушка. И вышвырнул меня жалко из дома. Я собрала все свои черевички, наскребла последние деньги и переехала в Москва-Сити. Да, вам искренне и интересно с друг другом? Кажетесь такими разными? С кем, с Иришкой или с Тимуром? Не пиши мне больше в директ, я не люблю таких, которых бросает Тимура. Иришка, вот я бы, вот честно, я бы, конечно, вот... У меня никогда такого не было, чтобы я жила с подружкой. Мне кажется, это так... Ну, знаешь, я никогда с тобой... Ну... Мне, на самом деле, нет, когда комфортно с подружками. Ну, сейчас норм. Ну, если квартира 12 квадратных метров, то там не просто с подружками, там даже, блядь, с хомячком будет некомфортно жить. Алло. Алло. Какая глобальная цель в жизни? А, да. Глобальная цель в жизни у меня какая? У меня одна глобальная цель. Это, чтобы скорее в моей жизни настал тот период, когда я могла жить себе абсолютно ни в чем не отказывать. Захотела корабль, пошла, купила себе корабль. Захотела себе купить апартаменты в Москва-Сити, пошла и купила. Захотела ездить не на Инфинити, а на самом новом, на самой новой Панамере. Пошла и купила. Захотела построить дом родителям, взяла, построила. Причем самый лучший, самый большой, самый красивый. Захотела отправить сестру учиться за границу, взяла и отправила. То есть моя цель – это жить просто в неебическом комфорте и сделать счастливых всех своих родных и близких людей. Вот это моя цель. То, что дети, семья – это все понятно, это тоже очень замечательная цель. Но если я сейчас нарожаю грядку детей и выйду замуж, я не добьюсь того, чего я хочу. Но вот это серьезно. Потому что я уже была в браке. Я была в браке, и... Я особо ничего не смогла сделать. Ну, типа... Когда мне удалась возможность побыть свободной, именно за вот этот период времени я выросла как женщина. Ну, то есть это очень кайфово. Сейчас пока что я... Мы с Тимуром, то есть у нас же такие отношения... То есть я постоянно уезжаю, приезжаю. Ну, знаете, это вот как бы стабильности такой вот... Ну, нету. Стабильность – это когда все, люди живут вместе, живут годами, там, все это самое. А так как вот у меня пока что нет такой стабильности, у меня как бы еще есть такая возможность и там рыбку съесть, и, грубо говоря, и нахуй съесть. Это такое выражение есть. Вот. Я, ну, типа, за многие моменты переживаю. Хочу, чтобы в отношениях я тоже... Ну, когда мы все будем вместе стабильно жить, все раз и навсегда, я вот... Хочу исполнить все свои мечты, чтобы отношения меня от этого не отвлекали. Так, нет, я не пробовала быть веганом, это вообще не моя стезя, я не вижу в этом никакого смысла. Я обожаю мясо, я без него не выживу. Я каждый день ем много мяса. Привет, привет, какой сериал нравится? Не знаю, уже давно никаких сериалов не смотрела. Когда-то в теневом бане мне высвечивает. Без яришки веди прямой. Кумарисе, почему ты не в погости? Ничего не поняла. Так, жалко тебя, приехала сделать ему сюрприз, теперь в гостинице. Что? Вы немного не понимаете. Я объясняла для всех то, что у Тимура дом и ремонт сейчас. У Тимура дом и ремонт, и поэтому мы переехали жить за городом к его родителям. Так как мне... Что-то случилось, чтобы я тебе написала, мне так классно. Так как мне там неудобно жить, соответственно, мы переехали в отель. Так как мы с Ришкой сегодня решили поночевать, мы с Тимуром нашли общий компромисс и решили, что он сегодня после работы поедет туда к родителям, потому что там надо кое-что помочь. И поэтому мы сегодня решили с Ришкой переночевать. То есть завтра все вернется на круги своя. Самая ситуация смешная в твоей жизни? У меня не было смешных ситуаций в жизни. Каждый день. Ну я... Что? Что? Родичка только из-под крана. А это горячая. Ну я не знаю, я чайник киптила 20 минут назад, не думаю, что там сейчас вода со льдом. Настя, ты сама будешь писать директ лично победителям? Нет, организатор. Как говорится, ну могу я, мне без разницы вообще. Мы же вместе будем сидеть в прямом эфире и разыгрывать подарки. Самый безумный поступок. Принять решение о разводе. Ну это умные на самом деле, что здесь безумно. Так, она же игнорит всех. Вы знаете, бывают такие у меня прямые эфиры, когда я люблю максимально развернуто, по-философски ответить на некоторые интересные вопросы. Иногда я люблю отвечать на все вопросы подряд. Иногда бывает больше тупых вопросов, чем умных. И поэтому я боюсь отвечать на тупые вопросы, потому что я пропущу все умные и интересные вопросы. Ты посмотри, какая деловая. Любимое блюдо лазанья мясная. А у тебя? У меня тоже. Я сказала не потому, что я повторюшка. Я ни разу не видела, что ты лазанью ела. Я никогда ее в репертии не заказывала, но я очень ее люблю. Покуплю такую, знаешь, в твоих заходах. Мясного. Она реально вкусная. Буду знать сейчас, запишу завтра. А тебе нравится? А? Фарельда нормальная. Я вообще люблю очень мусить. А тебе нравится доширак? Ну, я не могу сказать, что я прям тащусь от доширака. Я его покупаю, когда вот не хочется готовить, я его могу. А вот скажи, пожалуйста, тебе какая икорка больше нравится? Красная или черная? Или может быть икра сельди? Не кажи, ни черная конь не помню. А баклажановая? Баклажановая, может быть. Да, это все. А если выбирать между красной и баклажановой, что ты выберешь? Ну, самый вообще тупый вопрос, который ты можешь задавать. Ну, по сути, ну, я же прям так выбирать тщательно. Между красной и баклажановой, я бы, конечно, красной. Здорово очень. Спасибо за вопрос. Я просто пытаюсь тебя задействовать в прямой эфир, чтобы ты постепенно, плавно в него входила. У тебя нет проблем с режимом из-за разницы во временах. Это мы там в доме 2 смешное сказали, мы бы смеялись. Так, отчество у тебя какое? Арсеновна. Зачем ты в отношениях, если тебе нравится быть свободной? Блядь, ебанутый вопрос. Иногда нужно переступать через себя. Это называется любовь. Я хочу быть паспортом, где я могу спеть. Ну, что, совсем оголтелая? Да, я люблю свободу, я безумно люблю свободу. Я наслаждаюсь от свободы, заряжаюсь свободой. Свобода — это мое все. И если мне начинают переходить дорогу и ограничивать мою свободу, то человек мне не товарищ. Понимаете, в чем дело? Это так. Но! И есть одно «но». Когда она эстези влюбляется, любит, там, с ума сходит по кому-либо, Анастасия готова пожертвовать своей свободой. В чем, в что непонятного? Или я должна до старости лет сидеть, любить свободу, и в итоге остаться с четырьмя черепашками и шестью кошечками? Сделала бы рекламу бывшему мужу в инста. В любой момент, как только меня муж попросит бывшая сделать ему рекламу, я ни в коем случае ему не откажу в этом. Здесь нет ничего патового. Как тебе альбом Андро? Я не знаю, я не слышала альбом Андро, и я не его фанатка. Кто ты по нации? Я по нации русская. Как ты себя представляешь в сорок лет? В сорок лет я буду матерая жесткая баба, которая очень богата жизненным опытом, которая... Иришка, что ты делаешь? Она ходит попой, крутит передо мной, и вот я сижу и разбираюсь, что ей надо от меня? Она реально понимается, каждый день делает 30 приседаний по три раза, чтобы Жиром совсем не забыть перед отпуском. А, ну это правильно, конечно. А, Нодиан? Это бы смешать, да, как-то? Нет, ты это очень красиво делаешь. Я не снимала, правда, я клянусь, я не успела. Давай. У меня, видишь, камера с сумкой перегоражена. Да, конечно. Я кастеринной сменой вообще ничего не вижу. А, то есть я могу ходить. Совершенно голенькая. Когда в последний раз общалась с бывшим мужем, ой, я и не вспомню. Анастасия Арсеновна, да. Это что, папа Арсеновна? А что смешного? То есть тебя... Это когда, знаешь, тупой вопрос. Нужно добавить. Ришка, вот ты продержанная. Я вот так, короче, поняла, с прыжком. Ну, типа, чтобы больше нагрузки было на попу, и вот эти мышцы нижние тренировались, они... Я хочу прям поднять попу. Ну, у меня... Вообще... Здорово. Почему... О, Гафур Ми, привет. Я убедила, что ты пришел ко мне в прямой эфир. Хм. Так, привет, привет. Всем большой привет. Ты сказала, что ты подпрыгивать будешь. Я не увидела, чтоб ты подпрыгивала. Я не каждый раз, я чередую. А, ты чередуешь. Я думаю, что люстры... Я думаю, что люстры пошатываются, а это ты подпрыгиваешь через раз. Давай, короче, эксперимент проведем. Давай. Давай снимать вот эту штуку. Давай ты в своем аккаунте. Будешь этот эксперимент делать. Не про смертон. Короче, друзья, произошла патовая ситуация. Помните, у меня, короче, в истории была жопа. Изображение жопы. Это не что, не твоя. Не моя. Инстаграм удалил эту задницу. Там была ручка вставлена. Ну, просто объясни, какая фотка. Короче, это, типа, каким образом разрабатывали, ну, типа, изобретатели в запах айкоса. И там, типа, сидит мужик вот с такой вот трубой и нюхает о жопу женщины или мужчины. Я там четко вот в эти половые моменты не вникала. Ну, и все. Инстаграм заблокировал эту историю. И все. Энестези попала в теневой банк. Да и сегодня Аришка, короче, в свою очередь, решила прикольнуться. И она пошутила первый раз за этот день. Очень смешно. А у меня здесь стоят статуэтки. Статуи. Такие сейчас покажу. И Аришка предложила мне выложить в историю эти статуи, чтобы понять, заблокируют ли их инстаграм. А статуи у меня очень эротические. То есть... Давай так долго не проверять, сейчас же муж. Да, меня может выкинуть из прямого эфира, но тут прям вообще... Ну, типа... Иришка. Давай, подпрыгивай. Нет, не сидит. Видела, я согласилась. Привет, привет. Ты как бородач разговариваешь, ну. Иришка. Иришка. Иришка Скоробейникова. Блин, я устала. О, наконец-то, блин. Разморозился. А, как его зовут? Он младшего брата. Сколько Олешке лет? Пятнадцать. Привет, привет. Всем большой привет. Сейчас же развисла. Ты их пользуешься, кстати, хайлайтером? Розовеньким, который мы покупали. Да, я же, конечно, нашли. Да. Но я же не могу спрашивать об этом подписчиков. Пользуешь ли я каким хайлайтером, который покупали? Да. Угу. Ну, если честно, он мне в итоге не очень понравился. Вот так себе, короче. Так что я не очень пользуюсь. А. Так. Что такое, блядь, что за вопросы? Селедка или нога? Стул или рыба? Ливчик или трусики? Найс. Какой лучше? Ну, блин, почему ты... Ты хочешь, чтобы я была более вовлеченная? Да. Ты хочешь, чтобы я просто сяду рядом? Давай. Давай с подписчиками поговорим на телоотношение. Давай. Это будет интересным? Он нет. Ну, давай. Есть некоторые моменты, которые я хотела... Я сейчас буду с плечами здесь. Ух, ты же какая заколочка. Ну, угу. Вот так вот, да? Ну, как бы, ну да. Всем привет. Хотела спросить у девочек. Не забывай, что это мой эфир и не чувствую себя главной. Я не чувствую, мне просто даже интересно. В общем, как считаете, вот если, допустим, молодой человек, надеюсь, Дима не смотрит этот эфир, гуляет с другой девочкой по работе, ну, якобы, там, вечером, да, и остается с ней, там, сидеть в кальяне, типа, по работе. Это норм? Что это такое? А ты не понимаешь? Ну, это уже... Ну, это можно выкинуть, типа, остаточное... Ты хочешь навести порядок с чем-то? Ну, тебе не помешало. А, нет. Нет. В общем, это ХРН, подписывайтесь на нее. Я на нее не подписана. Так что в моих подписках вы ее не найдете. Нет, не норм. Подожди, давай читать. Мы же не просто так писали. Но там все угорают. И тебя вызывают. Так это же хорошо. Нахуй его. Отличная тема для разговора. Ну, что-то они мало ответили. Мне прям хочется... У них немножко тормозит. Типа, я задаю вопросы, а они только через полчаса отвечают. Если больше ничего, кроме работы, не все, а вот... Ну, типа, по работе же можно говорить. И по телефону. А что вот, в общем, смотри, даже через эффект видно прыщ? Никому не интересно смотреть на твой прыщ. Людям нравится, когда мы общаемся с ними. А они уточняют, как бы вы отреагировали, если бы ваш парень был... Как часто вы отпускаете своих мужчин куда-либо? Что за вопросы, как на Доме-2? Скажите, пожалуйста, сколько нужно, чтобы ваш парень зарабатывал? Ну, все, по без разряда таких. Кстати, интересный вопрос. Про зарабатки? Ой, про заработки? Ну да. Давай посмотрим, какие у людей потребности. Да, давай. Девочки. Вопросы о теории. Скоро нужно, чтобы ваш парень зарабатывал в месяц? Я бы сразу, знаешь, что ответила? М-м. В день. На самом деле я сейчас очень сильно ступила и не то сказала. И я это осознала, я всегда признаю свою тупость. А почему ты как девочка-подросток на пол лица вот так вот? Я читаю. Интересно. Когда я читаю, у меня такое лицо тупое, знаешь, типа. Вот такое, поэтому лучше половина лица будет. 70. Я в отличие от тебя читаю, что твои подписчики пишут. Потому что Настя, она даже меня не видит в эфире, я ей пишу. Она свои темы, в принципе, задвигает. Потому что с тобой мы каждый день по фейстаймам практически общаемся. То есть ты специально меня игнорируешь? Нет, я просто сам. Ну вот. Ты просто не читаешь сообщения. А это ты не слышишь, моя. Ты спрашиваешь, на тебя неинтересно, что отвечают. Это очень важно. 150, 70, 200. Мы задали вопрос, а обсуждаем, почему я тебе не отвечаю в прямом эфире. 3 тысячи евро. Это 210 тысяч, что ли? Для моей нужды, да и вообще. Ну какая у тебя нужда? Я это, кажется, и спросила. Шикарный привет шикарным девушкам. Привет, привет. Вместе надо всего добиваться. Теперь я себя Иришкой называю. Я когда зашла, было 900, так что мне надо. В такое время сейчас, допустим, в Новосибирске 4 утра. Ну то есть это говорит о том, что основная моя аудитория сейчас просто видит 36-й сон. Вот. Нет, именно проблема в том, что я зашла в эфире. Нет, нет, не в этом дело. Просто хочешь, я тебе покажу, как сейчас быстро народ набежит? Ты хочешь показать эфире или что? Нет, вот просто, типа, когда берешь, так вот делаешь. Главное, чтобы было два человека сейчас. Я буду тоже не платить. Блин, я буду, чтобы мне платят сейчас. Вот, и вот так вот надо, чтобы у нас двойнём было, понимаешь? Ого, давай сейчас. Да, прикрепи. Ладно, Настя, все, смотри, 10 человек прибавилось. Таким макаром. Ау, как больно. Девочки, мой парень делает то, что... Девочки, мой парень делает то, что... А мне не нравятся щи, и я не знаю, как с этим бороться. Ну, а что... Мой парень вообще не знает, как ей щи готовить. Мне 23 года. И ничего. Иришке 23 года, она ещё молодая, и её цветочек только распускается. Мой цветочек старше Иришкина 2 года. И он уже рассвёл. Можно сделать и операцию. На омоложение цветочка. Что там таджики за окном? Мне всё время кажется, что они там сидят такие. У меня теперь тоже паническая атака. Вот так вот сидят у нас с утра. Но мы их пока не увидим. До завтра, да, будем видеть? Они утро могут проходить, но у нас будут несколько местечки с тобой. Привет-привет. Всем привет, дорогие мои друзья. Сейчас мы обсудим с вами самые интересные и насущные темы на сегодняшний день. Иришка, замени Ришку монголу. Что? Непонятно. Сколько времени вы дружите? Сколько? Сейчас проверим тебя на дружбу. Ну-ка. Иришка не знает, и я тоже. Привет-привет, ты согласна? Ты сегодня сидишь? Ну вот не надо, я знаю. Я тоже, полгода. Восемь месяцев. Ну, полгода и два месяца. То есть первые два месяца ты со мной в принципе не дружила, да? Я с тобой сразу, как увидела, начала дружить. Мы сразу начали с тобой дружить, как только Изабель нас познакомила. Что ты делаешь, когда тебе очень сильно впиваются стримки в подку? У меня такого нету сейчас. Просто я спросила, что ты делаешь в этот момент. Особенно, когда идешь, ну, по улице, да, там, в платьице. Нет, у меня не наращены ресницы. У меня, я кастровым маслом каждый день мажу, у меня растут реснички вот так хорошо. Сомнительная история. Я сейчас вспомнила, Ир, как ссорилась у Бирнштейна за... Что? Почему нельзя было? Я знаю, кто такой Бирнштейн, но я ничего больше не поняла. Это немец? А, это, ну, там, знакомый один есть мальчик, он не немец, но лучше я даже не буду обсуждать, кто он и что он. Это, знаешь, так сказать, излишки прошлой жизни. Типа мальчик, с которым мы дружили, давно общались еще, очень давно. Девочка тоже кастровая? Она, походу, просто меня знает, и с тобой... Настя не понять про кастровое масло. Ну, почему, у Настя тоже. А нет, тоже, а я просто излишка чуть-чуть мажет кастровым маслом, а я прям вот так вот баночки на ночь насекула. Поэтому у меня эффект 5D. Так, вы познакомились, когда видео снимали? Я не прочитала, не успела прочитать. Вы познакомились, когда видео с Карой снимали? Нет, когда мы с Кариной видео снимали, мы уже были знакомы. Помнишь, мы пришли и такие офигели, что мы пришли? Ну, типа, мы не ожидали, что ты придешь и я. Да, помню. Мы познакомились и в следующий день пришли вместе на съемки. Классные времена были. Нет. Настя, какой у тебя рост? Настя, такой, блин, что это? У нас тут все вот... Да просто... Почему не впогостили? А почему мы должны всю жизнь впогостили? Иришка, классный, сейчас надо спасибо. Наконец-то что-то про тебя сказал. Я свою целевую дно. Блин, прикинь, у меня такое зрение хреновое, что я вот даже так уже не вижу. У меня рост 173, у Иры 139. Блин, на самом деле я измерилась, у меня метр шестьдесят, ты прикинь. То есть я вот всегда всю жизнь говорила, что у меня метр шестьдесят пять. Я стремилась вот к своему идеальному росту. Ну Ира, ну, всем в чем-то не везет. Кто сказал, что мне вот... Теперь будет. Настя, ты брешь руки. А, я делаю шугаринг. Ну сейчас у меня уже отросли волосики, я уже две недели ничего не делаю с руками. Так, а чего вам сложнее всего отказаться от денег? У меня все... Я на деньгах замороченный человек вообще. Мерконтильная сучка. Ну и нормально. Смотри, люди, которые заморочены на деньгах, деньги у них всегда имеются. Если люди видят... По факту. Если люди не заморачиваются о деньгах, у них их нет. Ну типа деньги любят, когда их любят. Да, интересно. Вот согласись, Степан? Ну вот смотри, я вот часто вот недавно так вот рассуждала. Вот есть бабы, которые вот прям обожают деньги. И у них их вот прям реально много. Они ни в чем себе не отказывают. А есть женщины, у которых в приоритете совершенно другое, но у них никогда нет денег. И они всегда жалуются на жизнь, ебут мозги своим мужикам. То, что мужики мало зарабатывают. Сами ничего не хотят при этом делать. Все вечно ноют и всем завидуют. И поливают грязью у всех девочек в Инстаграме. Потому что у них в приоритете не деньги. Ну вот чисто логически. Я люблю деньги, я вот не отрицаю. Ну смотри, любить деньги и любить зарабатывать деньги, это разные вещи? Да. Так. Ну значит, что-то такая есть противоречия в твоих словах. Продолжение следует... Продолжение следует... Разбисла? А, да. Ира, какое у тебя образование? Реклама и связь с общественностью. Да, и я тоже. Ну мы с тобой уже очень много раз говорили. Ну это я типа удивилась, что... У меня тоже выше образование, да. Всем привет! Кстати, я вот у какого блогера не спрошу, какое у него... И есть ли вообще выше образование, и какое? Все говорят, я рекламщик. Странно, да? Да. Очень много кто... Ну, кроме Изабели, она у вас отличилась. Кто она там? Что-то... Что-то связано, я не помню с чем. Надо бизнес строить, пока блогерство идет. Мы, в общем-то, этим и занимаемся. У меня, кстати, очень классные пижамки свои. У меня бренд пижам. Вот. Подписывайтесь на... Хэй, Рэншок, да? Серьезно. Я прям очень-очень много отдаюсь этому делу. Я... Я ее каждый день зову гулять, она говорит, нет, я пижамы шью. Она целыми днями сидит на швейной фабрике, строчит эти пижамы. Бедная, устала уже просто. Английский, да, я почти в совершенстве узнала. Она очень хорошо разговаривает по-английски. How old are you, my dear friend? I'm 23. And you? I'm 25, yes. Oh, so good. I know. Лена, I'm just joking. Почему вы не по гостям? You're so crazy, my baby. Early. У них явно подвисает... Oh, my God. Так, информация прозвучала на правах тюкан. Почему вы выбрали именно пижамы? Because... На всем летит. Because she really wanted to stay a businesswoman. And decided to... To do in пижамы. To improve my dream. One of the hugest ones. I don't know, что такое hugest. Типа, моя самая крутая, самая огромная мечта. Не, на самом деле, я хотела белье делать же. Ну, потом... Ну, так получилось, что я делала... Ну, это, в общем, не умеется. Free было сказано далеко не в совершенстве. Но она, блядь, пошутила. Вот, вот... Вы просто не слышали. Вот, ты вот просто вот... Я все поняла. Это... Давай, покажи нам. Да и не покажи. Скажи им. Типа, пока-макаё. One, two, three. Лингвистки, да. Так, чем закончился сервис и тройка? Ничем. Всем плохо. У тебя есть образование? Где училась? Специалист в рекламе связи с общественностью. Училась в институте рекламы связи с общественностью. Аббревиатура моего института ИРСО. Вот. Сейчас аббревиатура уже другая. По меня... Мне нравится пол моего лица. Вот так, очень красиво. Давай вместе так сидеть. Я понимаю, что это очень тупо. Ну, вообще, да. Особенно, когда подходят фоткаться девочки. Так, фоткаться. Тихо, мой. А. Угу. Ну, давай покажи, как фоткаться. Вот так. Все, кусок сосочка покажу и весь инстаграм. У всех есть сосочки. Твой конкурс на это. Сколько тратишь в день? В день я трачу бесконечно много энергии. Так, девчонки, вот такие классные. Пример с вас беру. Спасибо. А, Настя, вот. А сколько должен мужчина зарабатывать? По твоему мнению? Ты-то не ответила? Ты вот у всех такая спросила, а вот сама-то что таишь. Давай. Давай, всю твою подноготную. Я хочу, чтобы мой мужчина зарабатывал 10 миллионов в месяц. Угу. Вот и поговорили. Так, где мечтаете побывать? Ну, типа, кто что хочет, тот, кто получит. Угу. Вот кто хочет, чтобы у него мужчина зарабатывал 70 тысяч рублей. Молодей. Я согласна. Вот и такого и найдет. Ну, типа, это нормально мечтать, даже невозможно. Дим, я тебя люблю. Ты можешь зарабатывать. Тим, я тоже тебя люблю. Ну, могли бы любить сильнее. Ладно, шутку зачеркнули. Девчонки классные, кроме Иришки. А какие здесь? Тут еще какие-то девчонки сидят? Ну да, все, кроме Иришки. Девочки, замолчите, пожалуйста, а то весь акцент на вас сейчас. А тут, между прочим, Иришка сидит. А вот я, кстати, хочу, вот я, наверное, чутка такая пришибленная, но я всегда хотела, чтобы я сама зарабатывала. Мне почему-то комфортнее, когда я зарабатываю сама. Ну, прикинь, как здорово, когда ты зарабатываешь, и он зарабатывает. Ну, типа, вместе такие зарабатывать и до хрена. Ну, вот я даже могла вообще сама зарабатывать, чтобы мужчина, я понимаю, что это мужчине будет плохо, да, то есть мужчина не будет себя чувствовать тем, кем он является, да, если он не будет зарабатывать. Но я всегда хотела сама, вот для меня это было очень важно. Да, мне тоже было очень важно. Вот в общем, мне там помогать с ребенком, короче, помогать там со всеми моими делами, но вот я буду себя чувствовать классно, если я сама буду зарабатывать. А если я буду у кого-то на шее, и типа он будет зарабатывать, а нет? Совершенно верно, но ты понимаешь, что мужчина, который сидит с ребенком, и занимается бытом он лох понимаешь он превращается постепенно в дмитрия дмитриенко из дома 2 ну да я говорю просто я говори то что у меня я могла зарабатывала хорошо ну а потом появляется нет заебись когда вот допустим вот смотри тебе хватит миллиона в месяц вот и зарабатываешь сама доприньте миллион в месяц хватит ну нет как бы знаешь опять 5 миллиона что рублей в месяц мне надо меня да 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 хуй еще представляешь а твой мужчина будет 10 зарабатывать обосраться можно типа это вообще вдвое не радостно ну да ну это как бы такое себе да мне бы мне бы хватало спокойно там даже миллион пишут у нее и так дима или ты куришь не терроришка не курит иришка ведет здоровый образ жизни меня к тому же скажем так и сподвигает просто настюша очень любит расширять сосуды свои и ну так уж вышло в этой жизни что мы с настюшей часто общаемся и я тоже полюбила также расширять суды как и настюша нет 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 иди давай аришка с тобой сразу вот здесь и сейчас решим этот момент мы с тобой однажды решили просто впервые когда расширить сосуды мы с тобой приняли это решение вдвоем причем даже возможно и ты мне предложил да а потом мы ну как то вот когда у нас по традиции если мы собираемся мы расширяем сосуды вместе ну то есть мы принимаем отношения вдвоем никто никого не подсаживала мама говорит что ты плохо на меня влияет что на тебя шучу она подписана на тебя на тебя смотрят я не влияю на тебя плохо я шучу все забеет это боль open чем расширяете сосуды каким парламентом с капсулами нет мы расширяем сосуды вино какие парламенты наоборот сигаретами не расширяются сосуды если бы с сигаретами расширялись бы сосуды я бы блоками курила их что плохого если муж помогать ребенком когда муж помогает с ребенком это круто но когда ты бизнес-вумен а твой муж ничего не делает и просто целыми днями сидит с ребенком моет и моет полы и варит борщи как бы об этом разговариваем то есть не надо из крайности в крайность то есть мы говорим сейчас совершенно другом если мне муж не будет помогать ребенком это будет жопа но если мой муж будет приметь такую позицию что он будет сидеть целыми днями дома а я буду зарабатывать деньги на всю семью как бы что типа я не согласна I don't agree with this как говорится лучше уйти после девятого класса или закончить как считаешь закончить закончить обязательно до школы и университета считаю я считаю у каждого вообще должно быть высшее образование ты прям обязательно они считаю вообще они считают знаешь как они считают то что это потеря времени что за это время можно пойти устроиться на работу заработать кучу денег можно саморазвиваться с помощью youtube а можно ходить на курсы по наращиванию ресниц и стать успешным лошмейкером ну как считают так ну у каждого вообще до свое мнение но по итогу всем так сказать нужен запасной парашют и кто знает что вообще в этой жизни будет да и какие там как там бизнес молодость так далее может может но обязательно нужно образование что я тоже так считаю это типа этап жизни такой мы с заколочками ну типа такие подружки ну за это не очень может включим настина господи нет у меня не могу я не подписана на нее мы уже спать берем ну да пирожки на мою руку я не ляжу это жирафик здравствуйте здравствуйте девочки хватит там смеяться когда пишут мы пока что не собирались а если у тебя после девятого поступить в колледж и после уже университет можете пожалуйста отучиться 11 классов потом пойти на вышку и все и до свидания учеба здравствуй там диплом и новая жизнь нельзя так сделать зачем искать вот эти сложности колледж не колледж и ну вот школа это реально это как ступенька еще одна к успеху но прикольно тебе допустим меня спрашивать настью вот ты у тебя есть образование я говорю да настя а ты сколько классов отучилась я говорю 11 настя а кем ты работаешь а я работаю специалистом по рекламе и связям с общественностью то есть получается что моя профессия она напрямую пересекается с моей работой но я блять не к этому я говорю к тому что мне прикольно а я горжусь собой что я закончила и то и то и то то есть я ну пиздец молодец я все делаю поэтапно у меня все красиво у меня все четко мне это нравится мне это по кайфу я за себя горжусь и сестру я также даже мало чтобы она доучилась именно 11 классов и это здорово и что а почему все посмеялись я просто вообще я хронологию теряю разговоры потому что видишь а очень тормозит видимо эфир а что такое смотря осталось что мой эфир уже час видео и что он включается через час ну типа вдруг почему блогера блогеру не зовут в соц проекты ну почему зовут иногда кого тебя нас была в детстве мечта ну что ты не помнишь какая-то была в детстве мечта нет а сейчас какая-то мечта мы мечтаем обо всем я что должна перечислить что я мечтала блин о хорошем телефоне о компьютере об одежде я мечтала о том чтобы петь я мечтала о том чтобы у меня было много друзей мечтала купить себе когда вырасту машинку я много о чем мечтала это сейчас я когда уже будучи